Год назад в Украине появился первый независимый театр «Мизантроп». И первый вопрос касается его создания. Насколько известно, сначала был рожден спектакль, а потом уже создался и родился сам театр. Расскажите, пожалуйста, о том периоде вашей жизни. Каково сегодня существовать независимому, свободному и молодому театру? Ну, начнем с начала, наверное, вопроса. Действительно, мы не планировали создавать театр. Я вообще композитор и занимаюсь театральной музыкой. И мы в какой-то момент просто решили сделать какой-то проект или спектакль, не хочу это называть, может быть, проектом, в котором бы мы просто делали то, что мы хотим. Вот и собрались мы изначально с Ильей Мощицким и Колей Боченко. Мы только поговорили по скайпу и решили, что надо бы, наверное, что-то сделать. А что? Выбрали пьесу, подумали, как мы могли это сделать. Потом сделали все не так, как придумали. И так появился первый спектакль. Это очень кратко. Первый спектакль, который мы назвали «Танцдрама Три сестры». А дальше у него была такая очень спонтанная жизнь. То есть мы презентовали его в G13 в галерее. Вроде он понравился. Вот Дима тогда был в качестве зрителя на спектакле. Потом мы сделали что-то типа фокус-группы. Ребята там, ну, это были наши друзья, это не был зритель по билетам. Написали, что думают, сделали какую-то видеосъемку. Потом предложили это на Google Fest. Попали как-то чудом на Google Fest, потому что уже как бы в сроки не укладывались. На Google Fest был прямо переаншлаг. Люди не могли, не знали, куда сесть. Хотя мы думали, что вообще никто не придет. А потом решили сыграть спектакль уже в театре. И выбрали для этого молодой театр. Сыграли там, начали как бы... Я боялся, что мы вообще ничего не продадим, ни одного билета. Продали за неделю весь зал. Поставили второй спектакль, в тот же день тоже его продали. Ну и поняли, что это интересно, наверное, к этому есть. И дальше стали думать о том, что как-то может быть стоит из одного спектакля и превратить наш коллектив в полноценный театр. По крайней мере, назваться так. И вот пришли к этому и в мае прошлого года сделали презентацию и объявили, что мы театр. Но это же какая-то в какой-то степени формальность, потому что сцены у нас нет своей. Ну и как бы, скажем, мы не на балансе находимся, в Министерство культуры. Да, труппа. Это вот в Европе, это есть такое понятие, как театральная компания. Театр, это вообще в принципе в мировой театральной практике редко, когда театр, коробка и театр артисты, это одно и то же. Обычно театр, коробка, это просто принадлежит кому-то или муниципалитету, или какому-то частному лицу. А театр артисты и театр как идея, это вот как бы гораздо более важно. Оно часто не имеет своей коробки. В Советском Союзе было принято иначе, поэтому у нашего там зрителя может быть немножко превратное представление. Театр это обязательно некое здание, в котором живут артисты, там служат, как принято, кстати, говорить в Советском Союзе, служат. Вот это вот немножко вот тема, мы ее как бы, может быть, в какой-то степени разрушаем сознание. Но Дмитрий присоединился к группе театральной уже со вторым спектаклем, правильно? На первом вы еще были в качестве зрителя. Как вот это произошло? Мы с Димой дружимы с 2002 года, и, в принципе, всю юность нашу фантазировали про то, что у нас был свой театр-мюзикл, и писали мюзикли, писали пісни, и там завжди намагалися быть в тренде, в Руси, которые участвовали за современным театром. И, ну, потем как-то, как-то, как бы кто-то тому, как долго это проехали. Ну, выплакали обоих деб help яркости, какие-то, camino и энергию, и каждый попал в свою дорогу. своей дорогой. Дима познакомился с Ильей, у них очень много театральных проектов, на жаль, не в Украине. Я стал режиссером окремо в театре, ну окрім авиатора, режиссер-постановник в театре «Опери» была тут для дітей тайнацтва. И как-то так мы происнували певный час, пропланували окремо, и тут влитку зібрались, зустрелись просто как друзья, а хлопцы запропонували мне идею згадати, как я был актором. Скажите, что сегодня нужно для создания театра, кроме творческого ядра, естественно, людей, сцены? Вот за счет чего сегодня существует театр? Какие расходы у вас, костюмы, я понимаю, декорации на сцене? Что еще нужно? Ну, потребен менеджмент, как в будь-якой творчей однице, чи это театр, чи это артист просто, чи это художник, чи это фотограф, ему все равно нужна команда людей, которые бы говорили глядачу, что у нас есть вот такой продукт. Ну да, я бы сказал, что есть два опять же пути. Есть вот путь, Дима знает это хорошо, потому что работает в муниципальном, правильно говорить, театре, то есть это вот тот существующий там коллектив, и там есть свои, а мы сделали совершенно другую модель. В модели, как Дима, опять же, мы на репетициях часто говорили, Дима говорил, а мы с 8-ми репетиций, с 10-ти репетиций, а Илья, наоборот, у нас артистов просто не выпускал по 12 часов целый месяц. То есть другой путь, но при этом там есть дубли, там есть стабильные ставки, там люди знают, что у них есть пенсии и так далее, а у нас этого, например, пока нет. То есть каждый из путей, наверное, он кому-то хорош, кому-то удобен, но для реализации творчества без каких-либо внешних факторов, вот когда мы являемся, только мы создатели являемся критерием того, что мы делаем, удобен, конечно, путь вот наш, потому что и в этом пути, и самое главное, что нужно, возвращаясь к вашему вопросу, это инициативность всех людей, которые там. То есть это невозможно сделать из-под палки, за деньги, это возможно только, если мы вот собрались с артистами, не только там создатель, режиссер, композитор, балетмейстер, а вот как бы если все, включая артистов, хотят, тогда это работает, тогда уже вот мы говорим о менеджменте, о спонсорах, о костюмах. Если люди делают это только ради денег или ради славы, оно очень быстро заканчивается, и оно не работает. Пока есть энтузиазм, такие штуки возможны, и тогда они могут перерасти во что-то большее. Ну, наверное, у большинства участников есть какое-то другое дело, да? У всех. У всех. Да, помимо театра, и, очевидно, есть за что жить, и люди вот могут на энтузиазме еще делать еще вот такое прекрасное дело. Или все-таки есть какие-то денежные возможности? Амбиции. Да, в будущем. У нас, смотрите, у нас артисты не бесплатно работают, у нас есть зарплаты. Они, как для государственных театров, когда мы, например, едем в тур, и люди получают нормальные деньги, если сравнивать это с зарплатой в государственном театре. Вот. Но это, естественно, ну, понимаете, если человек чего-то стоит в профессиональном плане, он обязательно себе найдет какую-то работу высокооплачиваемую. Ну, более-менее. Поэтому у нас все, у каждого из артистов есть, и не только артистов, и там, собственно, из создателей, есть какой-то другой вид деятельности. Но мы бы очень хотели, по крайней мере, я бы очень хотел, чтобы и этот вид деятельности, театр мизантроп, в какой-то момент стал и финансово успешным. И чтобы люди могли, например, не отвлекаясь, заниматься только творчеством здесь. Ну, или иметь возможность выбора, хочу ли я там продолжать. Чтобы это не было такое, что мы должны там пахать на протяжении года на других работах, а потом месяц посвящать себя творчеству. Ну, это у нас, к сожалению, в принципе, все творческие люди так действуют. Все творческие люди, они в основном процентов 90, они как бы... Ну, тут мы поделаем халтурки, разные штучки, а потом мы для себя займемся творчеством. Вот хотелось бы, чтобы это вот основное творчество, то, что нравится всем больше всего, чтобы оно еще и окупалось. Ну, я смотрела билеты, довольно невысокие цены. То есть очень доступные, вот от студентов до других... Ну, можно спокойно пойти в кассу, купить билеты и попасть на ваш спектакль. Тогда за счет чего вы планируете стать финансово успешными? А есть ли у вас спонсоры, меценаты, вот этот стул знаменитый? Ну, смотрите... Мы пытаемся, мы стараемся опускать цены на билеты, чтобы люди пришли тем, которым это реально интересно. Я вчера был в филармонии и видел публику, ну, частично вот паркуются, ну, такие очень пафосные люди с очень пафосными машинами, пришли Шостаковича слушать. Они, вот я вообще не понимаю, зачем, что они в этом понимают, но, типа, вот оккультуриваются. А есть примеры, когда 2,5-3 тысячи гривен стоит билет на спектакль, и ни один из людей, которым это реально интересно... Были примеры, приезжал к нам Линком, когда приезжал. Сейчас к нам приезжает только русская антреприза, потому что хорошие русские театры стали запрещены. Вот. И стоили, значит, по 3-4 тысячи. В МХТ вот привозили Гамлета, я помню, и тогда по тому курсу 7,5 тысяч гривен стоил билет. Кто может пойти? Только тот, кто не очень хорошо разбирается в творчестве Шекспира, и тем более не знает, кто такой режиссер Бутусов из Санкт-Петербурга. Но зато в внутреннем реноме для друзей... Да, а ты знаешь, 7,5 тысяч билет стоил. Вот это критерий. Мы, конечно, пытаемся сделать как-то, чтобы могли люди ходить. Потому что нам интересен конкретно зритель, который понимает, о чем мы говорим. И фидбэк его... Да, с которым нам интересно и которому с нами интересно. Чтобы это было общение. И мы пытаемся... Но, не имея своей сцены и имея определенные рыночные какие-то там закономерности, есть один театр, у него такая аренда, есть другой театр, у него другая аренда. Мы все время как-то... Вот с молодым театром у нас чуть было сложнее, нам пришлось дороже сделать билеты. Потому что маленький зал, а у нас затраты гигантские, и нам нужно их окупать и так далее. А вот с театром вы сказали, надолго вы закрепились там? Как вообще договорились? Вы, получается, берете на... Это точечная договоренность. Это аренда. Это просто аренда. Мы пытаемся, вот тоже я... Миллион раз мы с Димой об этом говорили. Мы пытаемся с каким-то театром договориться о коллаборации. Ну, чтобы мы как бы там постоянно... Вот, например, в таком формате существует Раду Поклетару в детском музыкальном театре. Они все там на ставке, они работают, но при этом они... Это как бы отдельный театр. Но они не платят же аренду там, да? Они вот как бы... Мы пытаемся какую-то коллаборацию найти. Но пока мы не можем найти просто единомышленников. Поэтому, если мы найдем такой театр, мы, конечно, будем стараться. Но пока мы работаем на аренде, и нам достаточно сложно. Расскажите, пожалуйста, о людях, которые трудятся в мизантропе. Костяк... Сколько вообще людей? Двенадцать. Ну, артистов одиннадцать. У нас в спектакле «Приглашение на казнь» в «Трех сестрах» десять. Плюс у нас постоянный звукорежиссер, постоянный художник по свету. У нас... Декоративность, да? Да, у нас есть там люди, которые работают с нами как бы над постановкой. Ну, и есть, собственно, Илья Машийский, режиссер. И я как композитор. А Коля Бойченко у нас и актер, и хореограф. То есть у нас очень небольшая компакт. Компакт, да. Как для... По меркам драматических или музыкально-драматических театров. А по меркам продюсера и человека, который называется прокатом, очень большая. Потому что когда есть 15 человек, это же надо и покормить всех, и суточные заплатить, и все такое. То есть смотря с чем сравнивать. Ну вот с прошлым спектаклем вы объездили 19 или 14 городов. Я уже не помню. Мы там повторяем. Может быть, в некоторых городах... В Одессе мы были три раза с сестрами. В Днепре два раза. По-моему, что-то ближе к 20. Все ли готово к приглашению на кайдинг в феврале? Вообще, над чем сейчас работаете? Репетируете? Сколько раз? Как проходят ваши репетиции? Интересно. А пока у нас зимняя спячка. Зимняя спячка еще начал. Пока зимняя спячка. Ну как проходили репетиции, да. Пусть Дима расскажет. Потому что я на них редко, кстати, бывал. Ну да. Первый этап, он был достаточно трудоемкий. И под конец, естественно, уже не выдерживали ни режиссер, ни технические службы, ни актеры. То есть все уже были на таком на грани красного накала, когда уже металл начинает терять свои крепкие свойства. Но все понимали, все-таки все держали себя в руках, потому что все понимали, что цель у всех одна – это сделать то, что всем близко, что всем интересно. И б. Уже афиши стоят, мы все профессионалы, уже люди готовятся к спектаклю, поэтому подводить друг друга и тем более выставлять себя в дурном свете никто не собирался. Сейчас пока мы больше аккумулируем силы, так как у всех, опять же, своя параллельная жизнь. И я думаю, что репетиции у нас будет не так много, как было перед премьерой. Мы просто, ну, наверное, какую-то неделю потратим. Да, у нас мы сделаем несколько музыкальных репетиций, там, я думаю, 3-4. И несколько дней будем заниматься чисто уже прогонами и подготовкой. Ну, такой, да, достаточно компрессированный будет период репетиций. Ну, и потом спектакли, потом опять перерывы, опять спектакли. Ну, потом у нас будет, да, два спектакля. Ну, потом, наверное, мы уже будем меньше чуть репетировать, потому что два спектакля мы играем вот в феврале, потом три спектакля мы играем в апреле, в мае мы едем на фестиваль в Мельфомена Тавре и в Херсонис тоже с этим спектаклем. Я думаю, что мы еще сделаем несколько городов Майя. Ну, то есть вот будем больше играть, меньше репетировать, как все любят. Как-то вы заявили, что планируете участвовать в международных фестивалях. Уже рассматривали какие-то заявки, возможно, приглашения были какие-то? У нас было одно приглашение, не будем говорить откуда, но мы не смогли поехать по политическим соображениям. Вот. Мы, конечно, метим на европейский рынок, потому что нам кажется, что то, чем мы занимаемся, оно достаточно актуально. Но мы, возвращаясь к тому, что Дима говорил о менеджерах, что мы ищем людей, которые бы помогали нам, потому что мы занимаемся украинскими гастролями, мы занимаемся созданием продукта, а еще заниматься собственным менеджментом европейским – это даже сложное дело. Это надо все время, это надо быть там, надо знать рынок, потому что в Европе коллективов подобных нашим их там сотни. Вот это мы тут такие, может, как эксклюзивные. Только старт у нас нового театрального. Плюс у нас визы, у нас вот это все. А люди как бы из Франции в Италию, из Италии в Польшу, они же ездят вот свободно. И у нас в связи с вот этой вот стеной и экономическими проблемами, у нас коммуникация сложная. Но есть примеры театров наших украинских, которые смогли это преодолеть. Вот есть ДАХ и все его отпочковавшиеся от него проекты. И, значит, это возможно, и, значит, этот путь мы как бы к этому стремимся. Потому что нам кажется, что это нужно и важно. Скажите, политиков не замечали среди своих зрителей на своих спектаклях? Мы приглашали. На казнь. Но были ли они? Мы приглашали на казнь. Ну, очевидно, какие-то высокого уровня не было. Но там локального, там городские какие-то чиновники, они были, да. А где вообще, вот по своим наблюдениям, внутренним ощущениям, где вас лучше воспринимали? Вот в Украине вы были и за границей с спектаклем «Три сестры» и с приглашением. Да. Где зритель лучше принимал? Украинский зритель, особенно, во-первых, он неоднородный в Украине. Зритель киевский сильно отличается от зрителя полтавского, от зрителя львовского и от зрителя одесского. Это связано, первое, с количеством увиденного, ну, с количеством информации, которое они видят. Во-первых. Во-вторых, это связано с традицией региона. И, в принципе, в принципе, украинский зритель, если обобщать, он очень благодарный, в принципе. У нас всегда встают, аплодируют, этого мало где есть. Понравилось. Всегда встают, аплодируют. Вот это вот есть такая фишка. Какие-то регионы, вот там, например, мы были в Мариуполе, там просто аплодисменты были через каждую реплику, после каждой. Почему так, я не знаю. Например, есть Харьков. Это очень такой вот сосредоточенный зритель. Это город с традициями глубокими, театральными. Город, в котором Курбас работал. Город, который знает. Желдок. Они вообще никак не реагировали, похлопали в конце. Но потом было очень много интересных отзывов, таких вот глубоких, которые, например... А в Полтаве, например, нам сказали, что лучше бы собак покормила колбасой, чем билет на ваш спектакль купил. А во Львове у нас был аншлаг с Чеховым. Но потом нам гигантские такие, значит, в Фейсбуке тирады писали о том, что мы вот расклеваем украинскую молодежь российской всякой пропагандой. Так что совершенно разная публика есть. И Украина в этом плане сильно неоднородна. То, что вы решили создать новый театр, в частности, говорит о том, что вы, возможно, недовольны той ситуацией театральной, которая сложилась с нашей стране. Ну, давай, расскажи про ситуацию. Как вы вообще оцениваете в общем театральной ситуации в Украине? У вас есть с чем сравнивать? Есть. Вы работаете в муниципальном театре. У меня есть с чем сравнивать еще и потому, что я в театре с 11 лет, как студиец. Мы объездили благодаря, во-первых, тому, что в Черноцы, в западной части Украины и ближе к Европе, очень много фестивалей европейских и украинских, где было очень много коллективов европейских. И вот ту свежесть, которую привозили коллективы из Европы, она как-то во мне застряла очень в раннем возрасте и очень насильно. Поэтому все, что у нас принято называть традиционным театром, оно уже очень, наверное, не актуально. И существует только потому, что очень сильная инерция у нас, у зрителя и очень большая боязнь новаторства воспринять, что я вот сходил на мизантроп и мне понравилось, это могут позволить себе похвастаться только очень молодые люди, которые уже сейчас не зашорены. То есть мне откровенно трудно представить себе взрослого созревшего там зрителя, который там видел, может быть, еще Тевья Тевья там, да, Тевья Молочника смотрел там «Вишневый сад». И вот он себе позволил прийти вот на мизантроп и ему все было понятно, ему все понравилось, ему все, его все устроило. Ну, это как бы не проблема зрителя, наверное, проблема все-таки того, что вот руководство всех театров, начиная там от самых-самых верхов культурных и министерских, ну, им, видимо, это удобно. То есть люди не думают, люди привыкли к каким-то традиционным постановкам. Опера, я вообще молчу. Опера – это такая, такая закостенелая какая-то, не знаю, субстанция. Хотя я в опере, ну, с 99-го года в консерватории, как бы я все время в этом искусстве. И, наверное, потому я пошел на режиссуру после вокала, чтобы как-то попытаться что-то, ну, где-то поломать. И вот, ну, там просто страшно себе представить, что завтра Наталка Полтавка будет стоять не слева, а справа, там, например. Или послезавтра, там, не знаю, Отелла задушит Дездемона не на полу, а там, за дверью, там. Ну, то есть, ну, это страшно. Это страшно, это смешно, нам это смешно, потому что мы понимаем, что, ну, как бы жизнь, она не выписана по каким-то законам, и все по этим законам живут. Но вот, к сожалению, как-то так. И вот, когда молодые, маленькие, не молодые, а маленькие театры. Вот первое мое открытие – это Львовский Лайскурбаса. Театр Лайскурбаса, Владимир Кучинский, тоже там, оно начиналось как мизантроп. Это здание, которое раньше было публичным домом, потом это стало домом пионера имени Павлика Морозова, и потом, когда уже, ну, независимость обрела Украина, им дали это помещение, круглое маленькое здание, и там собрались просто однокурсники, сукурсники, молодые ребята, актеры, и они сделали свой театр. Сейчас, не знаю, сейчас мне кажется, что они уже тоже все такие метры, они уже чуть-чуть сдвинулись с эволюционно-революционной точки зрения в искусстве. Но тогда это был просто такой фурор, такой прорыв. И вот, наверное, вот благодаря вот таким маленьким мизантропам, которые рождаются во всех городах в Харькове, театр 19, тоже очень-очень старая, как бы по сути своей лаборатория, но очень прогрессивная. Оттуда и Сережа Бабкин вышел. И Паша Алдошин наш. Да, и Паша Алдошин, ну, наш, мой партнер по сцене, и, в принципе, у нас один из самых таких живчиков коллектива. Ну, вот, наверное, вот такая вот ситуация. Довольно часто актеры признают, что театр не может существовать без ненависти, зависти, конкуренции. Вот внутри мизантропа какая цвет атмосфера? Это у девочек больше. Да, я только хотел сказать, что это просто девчачья проблема. Было три сестры, там вот были все острые, а потом вот в новом спектакле у них уже как бы были неглавные роли. И там были скандалы, истерики, ну, все как надо. Но в настоящем театре это должно быть в меру, конечно, иначе это же не театр. Ну, вот, а у людей, ну, тем более, ну, какая конкурентность? Вот Дима, там, сложившийся артист, режиссер, сам все понимает. Вообще, интересные были репетиции, когда один режиссер работает с другим режиссером, да? То есть, вот. Кто кого слушает? Есть правила игры. Есть правила игры. Я сегодня не режиссер, я актер. Я, ну, абсолютно послушно служу. Просто некоторые вещи мы с Ильей потом, ну, я всегда завозил его домой. Я ему просто уже со своей, как бы, режиссерской колокольник где-то что-то с ним рассказывал. Даже не то, что там, ну, как-то там учил или что-то такое. У каждого свое видение. Я художник, я так вижу. Просто я передавал свои какие-то видения уже на ситуацию, которую мы в этот день, например, репетировали. Но правила игры никто не отменял. Если я актер, то я актер. Ну, вот ссоры, разногласия какие-то есть? О, это ребятам. Это был тяжелый процесс. Мы, в принципе, с Ильей сколько лет? Десять уже работаем. Мы после каждого проекта, мы ссоримся и расходимся, не работаем больше. Не было еще проекта. Ну, мы дрались пару раз, но вот так, чтобы расходились практически каждый. А в этот раз мне казалось, что это просто достигло какой-то вообще уже немыслимой концентрации. И действительно там уже даже начали страдать все остальные. Но у нас действительно были просто жуткие споры. По поводу выбора? По поводу искусства и предназначения искусства. И по поводу того, зачем театр. И решения. И с чем мы тут занимаемся. И вообще все. Мы глобально в античность уходили. И просто мы не могли в одной комнате находиться. Хорошо, что я, в принципе, сидел в студии, занимался, сочинял музыку. Но ссоры жуткие бывали. Да, да. Это было. Слава Богу, я надеюсь, среди артистов этого не было. Но у нас все время разногласия. И три сестры мы создавали, были разногласия. Дима, часто бывает, что сначала появляется музыка, а потом уже идея спектакля и постановы. Вот в случае приглашения на казнь. В случае приглашения на казнь музыка не несет такой важной функции, даже как в трех сестрах. Потому что три сестры, музыка – одно из главных средств выразительности. В случае с приглашением на казнь мы стремились к такому синтезу максимальному, чтобы не было давлеющих. Если три сестры – это танцдрама, хореография и музыка там были на первом месте. То есть здесь и тут нельзя пренебрегать было набоковским текстом великолепным, великим. И мы придумали, что это будет живой звук. И у нас ребята сами играют на инструментах, а Дима играет на трех или четырех инструментах. И ребята, как бы танцоры, которые еще два года назад мы говорили, что у нас танцоры заговорили, а теперь у нас танцоры еще не только заговорили, а уже играют на музыкальных инструментах и так далее. То есть поэтому музыка в данном случае как одно из средств выразительности, наряду с текстом, наряду с сценичными решениями. Когда заканчиваются слова, надо выразить выше. Поэтому она сочинялась уже от того, как вот нужна была. Вот здесь нужна музыка, нужна она такая, она появлялась. В случае с тремя сестрами там было многое писалось заранее и потом Илья решал уже, ну как в музыкальном театре бывает, когда пишется партитура, а потом режиссер решает уже существующую. Вот сестры больше так создавались. Я делал там треки длинные, короткие, ну то есть вот я, а потом на них уже нанизывалось решение. Сюжетная история. Да, в данном случае наоборот. Музыка была уже послушной рабой, как говорил Глюк. А какой театр вы считаете самым прогрессивным в Киеве, либо в стране, вот куда бы вы лично пошли? Левый берег? Ну я сразу думаю, да. Вас там можно увидеть. Вообще какие театры ходите помимо, либо уже разочаровались полностью? Ну мы стараемся следить, но мы понимаете, поскольку актерская среда она такая, все друг друга знают. Мы знаем, где что ставится, где кто играет. И я вот, последние для меня такие вот откровения, они произошли в театре на Левом берегу. Ну и первые откровения. Ну это театр для меня связан вообще, я вырос в этом театре, у меня дедушка там работал, служил в театре драмы и комедии. Это его основание. Он был один из корифеев театра, вместе с Эдуардом Марковичем они его создавали. Вот поэтому я собственно вырос на гастролях и для меня в принципе видение вот то, видение Митницкого там 80-х, там начало 90-х, которое очень совпадало там с Любимовским, там с Любимовской трактовкой, да, жанра театра, вида искусства театрального, да, оно было мне всегда близко. Я всегда думал, что то, что там происходит, это, ну а потом уже студенты, ученики Эдуарда Марковича, они как-то так внесли его дело и артисты всегда какие-то там были такие очень, очень, очень живые, очень, сейчас они вот занялись тем же, что мы, то, что нам нравится, синтетическим театром. Они сделали вот «Беги, Лола, беги» и «Войцик», это два спектакля, которые, ну просто нам, на мой взгляд, и в принципе со мной согласны, и коллеги, это вот такой современный прогрессивный театр. Это вот свежий, но новый такой театр, и они не боятся, они это делают, и артисты, и даже один из спектаклей получил пектораль как лучший музыкальный спектакль. Это самая лучшая пощечина за всю историю музыкального театра, при том, что я, как бы, ну являюсь режиссером музыкального театра, но это вот, это как раз говорит о том, что мы не будем в середине. Согласны ли вы с мнением, которое бы тут в обществе, что война, как бы, дала толчок к развитию украинского театра сегодня в Украине? Ну вот, наверное, именно театра. Именно театра. Но есть у нас еще один молодой, очень крутой театр, «Золотые ворота» на Печерске. Вот, некоторые спектакли, которые они делают, они, наверное, не имели бы такого успеха и не так бы звучали, наверное, если бы, к счастью, не было войны. Но это же о теме ты говоришь больше, чем на самом деле. А там, чтобы как-то театральная жизнь вообще зажила, мне кажется, вообще не рядом. Ну, смотрите, у нас, если говорить о творчестве, о тематике, о вообще вдохновении, ну, то есть, понятно, что художнику в стабильные времена всегда тяжелее. Не о чем говорить. Не о чем говорить, нету почвы для горения, да, нужно топливо. Вот это топливо, оно всегда происходит либо в тоталитарные какие-то периоды, да, ну, то есть, вот, либо в периоды перемен. Понятно, какая-то контра. Есть о чем, да. Поэтому, конечно, с одной стороны, для творчества, наверное, это позитивно, как это не страшно звучит. А вот, если говорить о развитии театрального дела, то, к сожалению, у нас просто деградация происходит в связи с изоляцией Украины. У нас происходит вместо того, ну, то есть, у нас действительно были глубокие театральные связи с Россией. Действительно. Мы говорим о том, что есть там западная Украина, есть связи, может быть, с Польшей, Венгрией, не знаю, но они не настолько в театральном, по крайней мере, пространстве, не настолько глубоки, как были связи с Россией. И что мы имеем на сегодняшний день? В итоге, как бы, у нас театры, наши театры регулярно ездили на гастроли в Россию, российские театры приезжали. Это и в симфоническом, в академической культуре этот обмен происходил. Я не говорю про попсу, для поп-музыки это позитивные процессы, потому что не едет разный шлак сюда и хорошо. А вот для академической культуры это жутко негативные процессы, потому что в итоге европейские коллективы мы не можем пригласить, потому что у нас, смотрите, что происходит в России? Российская власть выделяет большие деньги на культуру, большие. Они привозят метров театрального дела. У них Уилсон постоянно, у них Уилсон даже последнюю ленту крэпа играл, спектакль, где он сам моно-спектакль, где он играет. У них Уилсон ставил в Театре нации Миронова и так далее. У них Питер Брук приезжает со своими спектаклями. Прямая трансляция спектакля из глобала. То есть деньги выделяются и поэтому процесс он не останавливается. А Додин со своим маландроматическим театром, он просто не вылазит из европейских гастролей. И никакой изоляции нет, несмотря на санкции, несмотря на все. То есть в театральном деле просто у нас что происходит? Российские театры к нам больше не ездят. У нас, значит, Линком нельзя, Махатей нельзя. Зато можно Андрея Урганта с вонючей антрепризой. Почему-то. Вот это можно. Вот они не попали под санкции, их можно. А хорошие театры нельзя. Что-то кто-то сказал. Я не хочу сейчас это обсуждать. Да, там тоже есть процессы неправильные. А европейские театры к нам не едут, потому что экономически наше государство не... То есть продюсеры не могут себе этого позволить, потому что это не окупается. Потому что цены там высокие, артисты там получают деньги. И постановки там сложные технически. Реализовать их здесь очень сложно. У нас площадок нету там для этого, как минимум. У нас система плунжерной сцены, это только клуб Freedom и только в самом зародыше. Ни один театр не имеет плунжерной сцены. А это сейчас уже стандарт как бы театрального дела, да? А окупить это, поскольку там не будет российских сериальных звезд, а там будут некие артисты, которых наш зритель не знает, это окупить невозможно, потому что это только знатоки. А знатоки не могут заплатить 7000 гривен, как я говорил, за билет. Вот и получается, что продюсеры сюда это не везут. А если на государственном уровне, то это невозможно, потому что государство на это нифига не выделяет. Извините. Ничего не выделяет. Поэтому мы находимся в жуткой изоляции. У нас теперь в собственном соку это все варится, и оно уже начинает приобретать запах неприятный. Вот этот процесс... Бродить. Да, поэтому вот если война и повлияла, то она повлияла жутко негативно. И, к сожалению, это надо что-то с этим делать-то. А где же гастроли европейские масштабные? Сделайте на государственном уровне. Повезите, да хотя бы театр Франко, да хотя бы драмы и комедии, да молодой театр. Повезите, привезите сюда какой-нибудь. Нет, этого не происходит. И чем дальше, тем меньше. То есть вообще ничего не происходит. Вы общались с Мищуком? Возможно, встречались, говорили мы об этом? Пересекались с ним неоднократно. На предмет мизантропа? На предмет мизантропа, я думаю, что это будет очень сложно. У нас мы идейно неправильный театр. Да, конечно. Мы режиссер у нас из Петербурга. Пьеса, которую мы берем, это не украинская классика. Поэтому ему будет оправдать нас. И наша поддержка будет достаточно сложной. Если мы когда-нибудь подвигнемся на что-нибудь, постаточное из украинской классики, может быть, мы тогда об этом поговорим. Но мы сейчас говорим не о себе, мы говорим о процессе в целом. Мы в данном случае прекрасно понимаем, мы реалисты. Мы понимаем, что хотя бы существующие театры и хотя бы привозить. Привозить и возить на гастроли. Вот это то, что надо делать. Тогда просто начнется кислород, обмен воздухом. И как грибы начнут расти новые коллективы. И люди начнут спокойно относиться к увиденному, к какому-то новой режиссуре, к каким-то новым вообще формам театральным. Вот это надо делать. Более того, когда у театров забирают помещение, как у нашего, то... А сейчас идет этот процесс, да? Ну, возобновился, да. В третий раз. Первый раз был процесс в 2006 году, в 2010 наш коллектив отстаивал. Ну и сейчас новый запуск. Поэтому, ну, потому что стоить на подоле такая красоня. Там можно, наверное, что-то другое построить. Ну, по сути, процесс тот же, что и с гостиным двором. Только там никто не жил, его бронить было некому. Там просто снимали помещение. Как это сказывается на работу театра? Ну, пока... Ну, как сказывается? Да, в принципе, ну, опять же, такая, напевно. Давняя радянская традиция, что театр – это дотационное предприемство. И предприемство, которое не приносит в казну гроши, никогда мало кого циковать. Тем паче, все циклы мы все уже фактично десприватизованы кемость. Просто все проценты все станут. Вот, поэтому, ну, тяжело. Тяжело. Опять же, весь коллектив вместо того, чтобы включаться в творческую работу, мы там где-то слушаем, чтобы никто срочным образом не заехал, не уехал, не приехал, не подкинул, не выехал. Какие-то общественные группы, собрания, фейсбук. То есть, ну, начинается, как бы, совсем другая жизнь. Ну, а с театром на Подоле вот эта ситуация. Они же начали с неугодной архитектуры. Кто-то решил, значит, из киевлян, что они больше разбираются, чем главный архитектор. А закончилось же тем, что они, как бы, уже и репертуар не нравится. Уже, вот, значит, а что это они на русском языке работают и так далее, и так далее. То есть, начались какие-то тоже процессы непонятные, и зачем это нужно. И вообще, да, ребята, театр первый за сколько лет построили? За сто? За сто лет первый? Да, радуйтесь, хоть из чего бы он не был сделан. Вы с ума сошли. У нас театров, как для европейской столицы, 4 скоро миллиона будет уже, по-моему. Да, говорят, что через 5 лет будет 5 миллионов. У нас театров, ну, с помещениями 6 или 7. Но это вообще что? Это нормально? Вы должны бегать все, кричать, дурдом. Ребят, нам некуда сходить, у нас деградирует население. У нас ходят в кино и в караоке. И все. Кошмар. В оперном театре идет такое, что это на голову не налазит. Это же нужно, ну, нужно же суд подавать уже на это. Ну, это кошмар. И они нападают на театр на Подоле, который, вот, слава богу, сделали более-менее современный.